ну что ж всем еще раз привет дорогие друзья с вами по-прежнему год контент с мы все еще наблюдаем за матчем тиньси против против оу джи дота 2 здравствуйте здравствуйте дорогие зрители и у нас 10 в пользу джи на самом деле это не сенсация сказал как далеко не сенсация уже сейчас в неплохой форме еще бы они перестали иногда на уверенности не подпитанных больше ничем рваться куда-то в бой и все было вообще замечательно играются они играются с оппонентами понимаешь как как в кошки-мышки да поэтому он заигрываются иногда но уверены в себе мы видим miracle в прекрасной форме хотя я не помню когда американ был в плохой форме такое что это просто машина какая-то которая всегда играет в лучшую свою игру и miracle тащатся для своей команды все-таки спокойный и уверенный холоднокровно все нажимает и всем попадает до стадии драфта shadow demon кунка для тиньси против так понимаю что кунка это вообще сейчас излюбленный герой всех у джи забирает дроу рейнджер и бэтрайдера ну и как и дроу рейнджер все любят дроу рейнджер все любят райт клик классно же райт кликать у тебя миллион атаки берешь просто идешь и кричь лови две соточки я не верю что так как говорят именно ну да вообще действительно неплохо дело в том что это просто очень легко делать чем проще стратегия тем как проще выиграть ну дровка в этом плане она топовый герой но насчет кунки да он очень популярен и очень хороший винрейт в первую очередь я думаю что все таки его берут из-за корабля то есть вот мы видели как раз в прошлой игре была драка где тиньси очень здорово напали и супер крутое яйцо поставил феникс но корабль и залетает и в итоге все убегают пускай на одном хп но они все живые они все живые потом они отходят отвлечиваются чуть-чуть на контр инициации что-то делают корабль кажется драки переворачивает очень круто сейчас кулдаун корабля на 16 уровне по 40 секунд если не ошибаюсь ты не ошибаешься вот я не ошибаюсь по это почти как нюк такой 40 секунд это реально немного это не кулдаун ультимейта это просто какой-то кулдаун поэтому он действительно очень классный до параллельно на первом стриме нави сражаются свинкс и там очень ярая битва так что если вы смотрите нас открывайте мультистрим посмотрите еще их поэтому дело что здесь гораздо интереснее но и там для снг доты важное событие происходит да вообще я сомневаюсь что есть один человек который смотрит нас и не смотрит первый стрим у тебя и у меня могут быть персональные фанаты которые фанатеют только от нас они смотрят доту только из-за нас но нас даже не показывают у нас хотя бы слышно а остальное можно дофантазировать на самом деле лучше что нас не показывать мы можем может мы голенькие может мы и голенькие мы не будем этого говорить я уже сказал сказал может прозрачный раз прозрачный как моё нижнее белье именно так перейдем чуть ближе к игре потому что это все-таки чуть-чуть важнее чем наличие белья или его отсутствие хотя я уже заметил что последнее время все только обсуждают трусы факера очень важный тоже момент на и тенсе нужно брать героев опять же не остался тиро блейд которого они в той игре пик или с удовольствием и в этот раз они забрали кунку акса кстати они могут тиро блейда вот действительно взять на 4 пик он же не в бане я слышу как пилот просто соседней мое имя это значит что витя машина в ударе витя машина сейчас что-то будет делать витя спасается пошло от рэпа и цит рэп ты комментируешь я заигрался я росла ты немножко немножко хоть славы славы с первого стрима забрать там конечно сумасшедший замес у нас тут включено параллельно пока идет пик что мы не можем не посмотреть и не поболеть тоже на занаве тем более что они выиграли первые кажется они собираются победить во второе они уже очень близки и вы знаете вы знаете что что это значит что игра на венале но гранави о джи будет решать выход нави в венера или же в лузера то есть если нави выиграют 2-0 у них будет 8-6 а 8-6 это грань ну по идее гарантированный выход в венера с 4 место какого-то может даже с 3 а соответственно если они проиграют 2-0 то 6-8 у них будет и это гарантированный практически не выход венера а 7-7 это что-то типа переигровки то есть игра нави о джи следующее на первом стриме которая начнется кстати сразу после того как закончится наша игра а это ждать о по видео сейчас мы будем купаться в лучах славы имеем аудиторию ну в том числе и получим аудиторию потому что естественно сейчас все придут смотреть на будущих потенциальных противников о джи надо изучить соперника видите я начинаю волноваться и нервничать столько людей будет смотреть нас ой 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 нас не видно нас будут только слышать а хорошо и нави побеждают wings пишет gg отличная игра ну и естественно в таком случае мы переносимся уже ближе к себе а здесь что здесь мирана вот о джи это опять же крит все стандартные не хотят менять в принципе ничего батрайдер также появляется это оффлейнер очень неплох на батрайдере очень неплох мы не раз вы видели на нем кто пойдет в мид инвокера забанили сами у джи ты знаешь мне хвост рассказывал историю которую ему рассказывал другой человек а тот человек возможно ее выдумал но история сначала так что мирикал в джи он просто сидит вот же гернаута тинси кстати хороший выбор на мирку сидит просто иногда он так закроется полностью или бывает он даже просто ряжет на пол перед игрой что-то там типа думаете и что-то типа медитирует а потом в один момент просто говорит героя и все говорит вот инвокер и за ним за играть и там все пофигу сразу на все идеи такого все все бог сказал инвокера пикаем пускай сейчас вы победит страшно выглядит на самом деле согласен да возможно он сказал орако орако и все таки значит орако в мид так орако в мид какие могут быть претензии никаких не может быть ну если не меркал будет решать на каком героем и играть то кто ну соответственно флаги как капитан команда но вообще флаги могут и кикнуть да и мирикал станет команды минус хускар вот так вот кстати хускар здесь смотрелся действительно неплохо с ораком с бонусом от ранжовой атаки мог бы нормальный разматывать да ну орако здесь неплохо смотрится потому что в отличие от дазла этого героя акса своим топором не особо контрит потому что орако накидывать может ультимейт еще на пол хп и все и он кажется хорош против инициации кунки когда кого-то вешают на крест там кидают все торренты корабли соответственно опять же спасать своего какого-то союзника это здорово ну и плюс да какая-то комбинации все-таки может быть 40 ламка он героя который будет постоянно переть вперед и потом еще и не умирать но правда что за игрой алхимик может быть алхимик для мирок ли но это не факт есть еще тинкер для мира клопать же что еще и для мира кота ну ладно сейчас мы узнаем буквально четыре секунды осталось это ну кто бы мог подумать кто бы мог подумать кто бы мог подумать ну от miracle он помедитировал видео и лег да 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 оде оде ну кстати оде неплохой персонаж потому что опять же это еще один герой который может прятать очень здорово от инициации кунки вот инициация акса то есть джиггернаут и джиггернаут тоже то есть нельзя недооценивать астрал именно как скилл на сейф никс классный классный выбор по оде и трудновато здесь будет мир хотя я вообще не знаю миркл слова трудности пара пару раз я видел как он испытывал их да возможно это запланированные испытания скорее всего ну что ж посмотрим о д появляется не часто но на самом деле объективный герой если говорить о выходе в лейт он ничуть не изменился по сравнению с тем что было раньше то есть он все также силен но он немножко стал хуже ну как немножко сильно хуже в начале и в середине до 10 11 уровня до того как он купит себе начальный какой-то запас предметов что-то типа пт и рота фотос ну например если он хочет рота фотос уже сразу после этого в принципе он уже не чувствует того что ему там подняли ману за орбы но в начале до вначале он конечно не так против никса ему всегда было тяжело да в принципе починим таких которые облегчали бы ему жизнь врезать начальный интеллект в четыре раза ладно смотрим оу джим fly будет играть на урокли крит патман миркл о.д.м. будет катать на бэтрайдере и но тейл в очередной раз на дроу рейнджер чинси гейминг тинси демон а на кунки эй ю на шаду демоне куку никс сэм эйч акс и рейван на джиггер науте по мутинси это всегда запланированная акция вот этот смог и поход да 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 видимо так и есть поэтому уже уже вторую карту подряд на ней группируются очень неплохо в каком-то месте карты вот миркл стал например здесь чтобы спалить смог если тут рядом где-то будут пробегать ребятки а все остальные команды встала на гору опять же чтобы со всех сторон увидеть если кто-то побежит смоки хорошая подготовка к сопернику а тут же сразу видно что они смотрели реплеи что они видели все эти истории которые делают инси и не представляются просто-напросто да ну а тинси расстроены в очередной раз смог просто так видно что сэм на аксе не собирается идти на оффлейн он пойдет сразу в лес так как талончик себе притарил талон четыре тангусы должно быть замечательным в лесу но против оракла на линию себе дороже обычно ничем хорошим не заканчивается ты просто постоянно ловишь в лицо фортун сент этот тебя избивают все тебя пинают проще пойти в лес действительно тем более оракл плюс мирана это вообще отдельная история конечно фортун сент и стрела но так как он не пойдет на сложную там никого не будет оставить там на 3 соло и сейчас вот как раз таки фортун сент и стрела будут взлетать в миде что еще куда как более неприятно ну да когда акс не приходит на лейн он прекрасно должен понимать что он развязывает руки саппортом которые будут часто ромить и создавать экшен на других частях карты кстати вот никс он показ так что тут делает демон играется играется с мерклом меркла так не взять я знаю одну фишку но не одну фишку но конкретно никса никсу явно этой линии вот посоветовал бы на втором взять карапас потому что если его будут прятать здесь в астрал и закидывать стрелу то карапасы просто можешь ты гарантированно успеешь и ты в итоге всем нанесешь столько дэмэджа сам ничего не потеряешь то что карапасы прожимаются быстрее чем происходит все остальное это очень классная фишка и вот поэтому отчасти никс очень крутой против а.д. карапас контрит на корню помню как пупей он взял карапас смотрит фишки возможно даже ничего не понимает но по видео о чем-то догадывается а там уже не понимать так вот с этим прячет можно карапас нажать смотри а забил пока забил видимо сэкономил 40 маны подумал что не стоит того ничего не будет тут пуш начинается на ботами уже но тэйл начинает толкать вышку не это неплохо получается таким количеством крипов приходится потянуться на демона но он по сути не против поэкспит немного видишь и пару ласт хитов за имеет здесь лишнее денюжка но экспо наверное важнее то есть кунку апнутом хороший уровень это важно получить корабль а ранее вообще туда очень здорово до 2 минуты 3 уровень у демона уже еще и банк руна сейчас зацепит игра складывается кстати что по крипам 12 на 6 против 6 на 1 пока тотальный перефарм со стороны л.д. пока нихс очень трудно не но это понятно то есть на конкретно на линии о.д. ну сравни урон вот даже без без здорово рейнджер 74 мир и клад а ролл в кубку пытаются размять старшторма не будет торрент мимо по моему погибнет пошел подкоп но хороших аппоригинг его не убить да у него же еще был фэри фаер идем на тоже не взять никс очень толстым аромаш ару 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 в демона можно метнуть вот сейчас прячет его вот она ару успеет лимон сануть нет демон получает ару это все-таки фб в исполнении мир окля а никто не удивлен это же меры но очень много урона тем более подровкой уже аура дает сколько там 10 урона 75 плюс 18 почти сотка на там четвертом уровне у них 60 них смог бы подумать о каком-то топорики на такой линии чтобы немножко уравнять шансы по демиджу но он не стал так делать сейчас и шестой получит совсем скоро и тогда совсем беда будет ну да тут как воды будет тяжело остановить вообще не знаю ему надо мешать пытаться что-то делать потому что если у тебя будет просто на при фарме фармить 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 я боюсь умерика сделать вот игре rampage я даже готов поставить на это опять прическу мобстера и трусифакера да 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 но в этот раз а галстук смайл и все пошел в оборот по крупному играете если играть по крупному смысл мелочиться не интересно не адреналины нет все верно кухой сумма но он умер клоу крал от конечно приятно что он демон на самом деле он стоит с аркейн руной которая тем он сидит это не новость демон это в принципе игрок который всю жизнь чудил его это его такая задача но вот сейчас ловит портон центр ловит стрелу и ловит ста шторма пока нет я думаю хотя он лечится почему крит не нажимает как он лечится как он здорово лечится и он убежал на его просто залечил оракул на самом деле 75 демиджи но есть шанс что 2 упадет и я тебе больше того скажу стопроцентный шанс если рядом с врагом ты находишься не знаю куку тем временем на миде погибает муну отличная стяжка хорошее исполнение никто его здесь не ждал тем более что ворда вообще нету на левой части карты у тенниси они за вардели правую часть карты чужой лес хотя им на самом деле не особо и нужно что они там не видели как говорится ставится вар крит было бы у него какой-то кларить он бы сейчас сэму сдать ну я думаю щи крит пытается восстановить ману а бауру но миркл говорит нет не работает миркл сам выбирал там зелененькая появляется восстановить ману на тейл демона избивает по чуть-чуть достаточно размеренно все идет но видно конечно как уже все держат под своим контролем единственное на что мы не обращаем внимание что может в этой игре изменить ситуацию это акс который просто фармит леса топ-1 на крипстат и топ-1 почти у него ну куда-то пошел до он пошел непонятно лучше бы он по парке забирать забирать как ты его возьмешь у него 1000 хп дизерапшин его толпой конечно в пятером практически можно попробовать от и он убежал вот этого а вот этого торрентик пошел мон нет торрентик и не будет демон опять очень спортом цвет двоих еще и связывает тут кажется стрела мимо сагрили мир это так середия еще и бэтрайдер затаскивает его под вышку минус м его стиль игры похож на стиль игры на сларда ли на самом деле ну вообще откровенно говоря видно на что это конечно безысходность во первых это нападение в принципе похоже на безысходность можно обратить внимание что здесь изначально было три героя на миде уже о джи притом мирана там что в районе леса нашивалась бэтрайдер просто стоял на сейве оракл был готов ты пнуться просто потому что понятно команде уровня о джи что если на карте уже секунд 30-40 нет ни одного героя ничего не происходит они все куда-то пошли ну вот они собственно все сюда и пришли миркл стоял все его позиции в итоге вообще поставился мун ничего хорошего не было как ты вообще собираешь тут кого-то убить если миркл на любую твою инициацию сможет спрятать тоже героя в свой уже астрал и все все твои скиллы пойдут в молоко да мне приятные ситуации тут у демона проблемы вгрызает смотрел ну отпускает отпускает еще бы буквально пару тычек и угробил пока нет у него трагин лэнс то и пт нету поэтому 4 аура уже сколько там до 34 урок уже 34 34 урона это просто бешенство какое-то аров крипа надо отходить пошел подкоп здесь же shadow тема из перспективная попытка убить опять тратим только ману в принципе миркл пофигу сейчас сейчас реген с левого заберет как-то смотрим это быть лучше смотри нет лучше среди на ботами реген заберет никс ошибся ошибся кстати куклу 6 уровня он может теоретически в этой игре что-то изменить пара удачного гангов но кого гангать непонятно миркл очень толстый вот чем у д всегда был хорош так это тем что его в миде очень тяжело убить у него очень много пытаются и очень а там спать центр варда варда неприятно и так просто до нее добраться тема ой хорошо как сыграл демоны и miracle погибают где он просто красавчик конечно не ошибся отлично ты лично рау попадает что демона там работает рейндроп от звезд это его сейчас не спасет x но т.л. пошел сайланс надо отсюда уходить бежит сэм корабликом нутэйл на карме оказывается его заставили флеймбрейк пошел неужто нутэйл здесь выживет старшторм нутэйл рейван это стреливать пришел рейван не повезло его не достойно и помнят уходить отсюда на самом деле хотя нутэйл он зарубил ару мимо пытается уйти отсюда реван вот он а д можно спрятать пошел подкопку никуда ставится или кварт старштором первую повторять тоже на джиггернаут и не повезло или квартан сломать асона куку куку погибает переключаются на следующего вот у нас трал даблки уже открыто подлетает что мун вот она стрела в лицо шадал демона только по местоверным вернулся на самом деле его же убили вот на даром он резнулся полетела через чур через чур как-то тенси поверили в себя вроде сделали пару фрагов можно было убегать отдавать какого-нибудь одного героя там того джиггернаута просто на съедение раз уж полез за тир там один вышку но решили не все команды и туда пойти вместе с ним умирали просто все не надо так играть не надо так делать но тем не менее они уже это сделали и вот же забирают еще тир-1 вряд ли вот эти здесь могут это дело одеть очень много урона очень много урона вот жил нотел 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 здесь уже погиб или уйдет 1100 хп а кто там рядом снимать акс просветки акс без блинка притом макс без блинка он еще и фармит в ангвард как бы он и у него очень долго еще не будет пинка кунка 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 есть и спуститься на лоу граунд может быть беда райдер тоже пока без даггера но у него барабан уже готовы ты щенка остается все чуть формят все настреливают тут и вообще ничего не боится уже под т2 вражеским качаем и боятся у него на самом деле все очень жестко сейчас девятый уровень возьмет себе наверное ауру в 4 10 все где у него ультимейтера бы взять на единичку может помочь но думаю что на 10 11 возьмет демон что за наглая игра можно же спрятаться в астрал за и выйдет у крест демон получает лассо сайланд пошел на стрельку шаттл демон демон понятное дело погиб ученик скоропа сможет было покласснуть происходит объясни мне как какая задумка в этом то есть ты думаешь что он не кинет на себя астрал или как это должно сработать возможно ты давно не видел как воды прячет себя в астрал просто понимаешь ну не говоришь что он может это делать ну что-то вроде того он вообще это отличный контрат кунки и вот этим его этим инициациям через крест конечно астрал работает здесь на 5 баллов так что да может копать неплохо на самом деле сможет может такая нужна помощь кто-то должен корабль заряжать но тело тут же спрятали ара упадает в карапас и подходит сюда акс хоть кого-то бы согреть ну давай ему на нет не получается но ты надо добивать но тэйл рубить его или омни слэш неплохо никуда но можно чесить наверное людей если как-то посадить из одного на крест собственно вот он торрент прячет себя miracle hot me учит крит стар шторм пошел сработали рейндропы еле живой сэм сэма можно добить хеллингвард стоит очень больно наваливает о-дэ арау пролетает мимо еще буквально пару . today miracle набрал уже тонну интеллекта фьюри от джаггернаут пытается друбить муном он нажимает барабаны уйдет ли нет все-таки друбил его в итоге рэйвен это тоже бабки проблемы дабыл килл от рэйвена отпусти его отсюда по моему сейчас и меркла возьму так номер колоневость ультимейта так и не прокачал тут сейчас уж он бы мог сейчас очень жестко захват у него там 24 ты украдена его разрубили и крит это минус 5 на самом деле или даже на 3 давно уже умирал уже вернулся на самом деле у нас всех убьет здесь похоже куку это бесконечная драка знаменитая ура бесконечная драка там кораблем просто сломала оракла на тело сейчас тут тоже разрубит вам минус 7 по моему страны я запутался я не понял но очень много людей очень много людей погибло вот она fight recap 3 спины тысячи отыгрывают тиньси ну минус 5 это ты увидим дважды что ли умер уже данный точно это смотрю 3 ульта акса там 35 торрентов 6 крестов неплохая битва была не битва целая война целая жизнь просто внутри игры что мир такой наглядцы все один подходит просто кирдотавр убьет его сейчас как у вас я про самый блеф все сколько у себя прокачает мана бёрн на 4 и кстати мир около будут проблемы вообще я конечно понимаю что мир 18000 миллионов ммр нельзя ничего говорить против но то что он без ультимейта лай вот прокачал был бы у него в той драку ультимейт он бы выиграл эту драку в конце 1 когда он украл где-то около 30 тинтай с его закупом он бы жахнул по тем всем лоу хпшным героем он бы просто вот трипл кило с одного скилла бы сделал и на этом закончилось все но он был без ультимейта там до фармил даггер у нас если что акс готов врываться сэм транквил и работает муманки вы немножко нот даю час аркин путь и никс играет потратил а рова теперь кропа но от хвост жуку и просто мир как я где демон то что демон смысле есть другой демон корабль в бухту но мимо но и сейчас кажется будет проблема огромной корабля уже нету и мирка начинает собирать интеллекцию людей собирать дань про сверху есть замедление кропа со скоро будут они уже не помогут посадили на крест мирка а это не мертва он еще и заседил да ну там правда открыт скипел рэйван убил крипов поэтому заходу на рамп никакого не предвидится но я думаю что джей не собрались на такую рампу рейнджер только девятого уровня все т1 позабирать т2 так рошана рошана самое главное конечно же так что спешите мне куда 11 таки увеситые плюхи взлетать к кому-то шаду демона у него 840 кп м когда он начинает спину бить а там сто восемьдесят атаки вот так ты что забыл что ли вот был был период где он за три удара людей убивал это никого особо не удивляло у него команде сам не на этом да 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 но сейчас он прокачает себе в 4 арбы 9 процентов от монопула это у него там но будет 2000 предположим еще короче говоря 100 150 180 демиджа чистым сверху в районе 400 урона в общем у господина а у шаду демона всего 800 хп вот собственно отсюда и результат три удара и будет спичка в смаке тиньси ставят варды будут выходить на вышка за это время уже упадет но то не подходит потихонечку должен выходить shadow демон прятать год но тела пошел дебаф просто заставить спрятали в disruption подкоп неплохой корабль пошел сэма огромные проблемы могут просто разбодать хороший корабль мирку на заселить спрятался в астрал тащили демона демона после не стреляют горит на всех бэтрайдер у сэма сама проблема сэм погибает дима отсюда скорее все тоже не уйдет пока кораблю помогал корабль закончился он не слышь по крипам весь уходит fly скорее всего выживет а вот рэйвен не факт это минус 5 не уйдет виду куклу просто уполз на самом жучке кстати говоря что вообще творится я вот что сейчас осознал куклу ужасно бедный ты вообще посмотрела тоже я соломит никс у него и тамов как будто бы он саппорт даже сафарина обычно больше имеют просто набор каких-то дешевых предметов очень плохо миркл как-то поддали в этой драке и fly не дал им ультимейт ну возможно не не было возможности но если бы он дал бы миркл ультимейт то был вообще скорее всего в ноль драка шумерку просто там на замахе астрала дарьку это стану не успел себя спрятать получил очень много урона потом спрятал конечно но уже было поздно с барабанщиками 1600 уроду фотос вот собрать чтобы та самая выживаемость появилась лишний интеллект дайте миркл опять ультимейт не давал второго уровня уже ультимейт он взял себе сейчас теоретически может дать очень приличный дпс так прыгать сюда на муна и его зарубили и на этом все никто не будет даже ничего делать ну да ну никс просто высадил бетрейдера где-то там в лесу вардов то на самом деле нет у триньси никаких вообще никаких нет вардов у них на самом деле отдел за данная лап сервер вард пиды шабл демоны так без денег самый низкий net worth на карте еще последнюю сотку отобрали злая игра дода ну вообще ничего доброго нет ничего доброго гоним готов у крита это тонна магического дэмэджи сколько звезд там каждая звезда весит ой слушай ты знаешь звезд точно это еще зависит какие это звезды потому что ладно еще солнце она не очень не попадает старт шторм пошел никс рассыпался демон рассыпался все рассыпались можно идти забирать роншана ггв полоная miracle снова наконец ну да да что звезда это вот если солнце еще она не очень много весит относительно представляешься какой-то баран который он там сто тысяч миллионов раз больше чем солнце представьте два льда барана да да и ты получаешь соответственно 600 урона это легчайший рошан для от же мир около fly хочет убить его видимо поэтому накинуть на него просто кучу кучу этих паре файн флеймов а и здесь лежит оставлять в трасс нутейлу что предыдущая практика сказал что именно он должен пушить вышки да кстати miracle покупать они от оса играет команда ну как команда в принципе себя сэвить по тма просела и крит сейчас погибнет а крит погибает но при этом он забрал shadow демона такой себе размер опять же заигрывается поэтому дело что не стоит шадов демона этот беднющий миран и 11 уровня ой акс потратил а горбит и флеймбрейк лассо решили сразу потратить подтаскивать его здесь дрол рейнджер пошел сайланс ты бегаешь ты очень медленно бегаешь тебя расстреливают загнанный зверь да куку выслеживает miracle америка не то есть напоминаем мимо подкоп и все неприятно опять же прогадил карапас уже не сможет заставить а сам мир и кумерту просто убежите все они потраты вдвоем остановись но кстати он все равно может победить я думаю тем более с флайм вместе которого есть мека которого есть ультимейт какой интересный билд у меркл 3 3 3 2 и ауров 3 и арбов 4 считает мир куста ему и оракал плюс от и это бесконечный при файл флеймы здесь они стоят по 80 маны и понеделу что тебя будет мало стать постоянно восстанавливаться ауры и ты просто ложь пытаться во всех ими вот так и делает что играется с мирку говорит хочешь не отнимать это все хопа смог сейчас что-то будет спалил спалил крит знают не крит не спалил но не знают но т.л. пошел наваливать выпадает в ее бэтрайдер в это время вытащил сэму сэму большие проблемы ворот не интеллект мирку но размотал еле живой но ты у него есть даже если вы его зарубить он все равно встанет сейчас а его скорее всего не зарубит более того или умрет нет живой живой демон пытается бежать корабль не убежал его спрятали все остальные вроде как разбегутся хотят эту демон там тоже под угрозой демон-то умрет естественно шанса где он бегает от крипов у него нету это заход по двум фронтам т.к. находит скрит медл вся команда взломилась начинает рур рейнджер настреливать слоу граунда выхиливают просто байбек байбек собирает еще подраться но ты делится а все еще они с ему типа плюс-минус пофигу залетает кукуй куку может погибнуть вот я будет ли давать ultimate пока раны миркал тупи зареги снашить аккуратней мир за трюшку запутался в этой драки там уме слышь рейвен пытается уйти замедлить его нечем а вот у немножко файланули сейчас конечно же с этими фростов и между вторых просто тоже их был правильно кто-то из своих затолка возможно на 3 сам себя садит от кутура случайно с 1 фрусов был от мир кого 2 от него или moon у них очень много фрусов конечно не разобраться кто кого куда толкнул я вниз я тоже и я вниз парни тут же наверх я не знаю не давайте тянут жеребья не знаю я вниз но потом можно будет дымку пересмотреть не а нельзя нельзя и тогда штук игра заканчивается один я курить курить очень вредно ребята и профессиональные игроки кстати говоря не курит в основном потому что если ты куришь здоровье конечно падает очень сильно у тебя и не хватает просто здоровья чтобы отсидеть весь игровой день и быть в тонусе поэтому после никогда до после каждой игры люди бегут на пробежку пьют воду или соки до фреш и фрукты и овощи бананчики все такое так ну чтож уже снова собираются в районе мида я не то чтобы как бы прошу их не ждать рошана но я хотел бы ой перед никсом растворилась а он как в боевике стоял и ждал знал что она закончится а он настоящий мужиком и не страшно мир кстати купился хорикейн пайк на деваури это неплохой предмет можно растолкнуть себя с кем-то и просто навалить четыре жестко чтобы не никс был чтобы не по карапасам дать а вот все остальные герои отлично для этого подходят ну да ну и плюс конечно хорикейн пайк чем прикольно у него куда он меньше чем у форстафа насколько на 6 секунд то есть в принципе это важно файте можно много раз ну да учитывая как коджи неплохо кайтит точнее крут кайтит насколько они классно позиционируется все вот это вот дело контролирует действительно для них форстаф это важно и 6 секунд кулдауну это очень много нотел забирает болтиру ну скоро 16 уровень собрался опять аганим по стандартам но кстати ну да это против люди круто без иллюзий я бы сказал что всякие манты bkb элементарная чтобы просто не умереть на халяву нравится ему так нравится нравится испугался я вообще аганим если честно первым первым таким серьезным улытовым это немножко странная штука потому что он очень классный потому что он всякие криты всяким к бэшки мьол неры расстраивает акса грил больно дает на телу слушай вернули на крест я вот этого парня вернуть на кресте не получится ему придется умереть но он не вернулся на кресте он не вернулся демон вернулся на кресте никто не вернулся вообще он не вернулся ну вообще типа того но вообще-то я был уверен что он должен вернуться после астрала а возможно нет и это получается хочу знать хочу знать контра прямая полная так на тел опять катается туда обратно а подрывать скоропаста трука но они ничего не дают что-то где он прячет дровку сейчас появятся неплохие иллюзии которые будут давать дэмэдж что-то как-то в астрал сейчас возможно умный слэш придется получить хотя форстафов да там куча форстафов да и вообще пофигу ну нет переигрываю тоже просто по всем фронтам они играются как хотят со своими оппонентами у них очень много сейвов очень много хилов всяких форстафов и они просто как угодно кайтят очередной очередной крест ничего не дает стрела не попадает пупу убегает рейвен бегает у него есть еще мне слышно просто падают параде это расстреливают атакой как мне без звука креста кунки сейчас опять будет смотреть вообще крест не знаю не дотянулся демон так или иначе пытается насадить на ареста со может запрыгивать 5 рейвен и просто утаскивать толпу но не получилось starstorm куку потащили красивые поехали кататься и в итоге как глупо он попал на эту стрелу на самом деле просто сквозь всех крипов залетела чем-то именно в него демон демон погибает есть байбек атикса пошел моно бюард miracle подачи они торн закончилась там это вода бесконечно лежит пошел мне слышно там толпа героев неплохо как запрыгнул сам или в троих героев закрутил там одного вообще убили уже двоих и можно пытаться поймать того же мир и кла жиры кла у него 5 секунд до удалу на фолькен пайка но нет его не отпустят все он просто зарежутся да мы брык всех растолкала но дэмиджа хватило все равно зачем они оставались на медле вот объясни они снесли мидал уже давно там нет ни бараков ничего зачем туда идти и опять биться ну поймали кураж это называется кураж бомбей сапфир да то есть дело такое просто убиваешь ваше говоришь еще еще кровь в глазах я помню как это происходит ну это конечно не то чем должна заниматься команда профессиональная которая побеждает турниры так и обычно не делают но мы тут не говорим что вот же я не гибает ну это это мой я тут не говорю что джи там плохо играют или что они не профессиональная команда нет я просто такая игра но они уже понимают что они победили на самом деле они уже знают сто процентов что они не проиграть здесь ну поэтому немножко даете вольности там а давай еще кого-нибудь убьем все такое было бы игра чуть более напряженная они конечно не позволяли бы себе такого не забрали бы один барак даже не стали бы добивать рейнджовый и уже форме левый лес поэтому просто немножко играются ну вообще да потому что иногда один раз из 10 20 подобных игр где мы вроде как все и так победим в итоге выясняется что оказывается у врага на это что другое мнение и не доценивать никогда нельзя конечно тенсии не мальчики для битья не огрызаются и побеждают многих демон 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 под могут с этим аганимом так жестко фармить крипов запрыгивают это с дайгера и лип назад до бачки уже нет я абсолютно согласен с тобой и это в общем то и есть так мне очень нравится поймали мондача стерла улетит так красивая стрела боже как они вот насколько здорово читают они же тайминге а это и чем-то похоже когда не просто так же быстро умирают мне очень нравится вот именно идея о тут же этой мираны на саппорте потому что когда ее делают керри и она фарм тут все те же предметы этот немножко странный герой это действительно герой поддержки с этим аганимом магические прокасты но это не должен быть твой главный кэри поэтому я вообще не понимаю всех кто пытается сделать мирану мейн кэри и собрать такие предметы как саппорт идеально мне по чуть-чуть собираешь это гоним он позволит тебе фармить и ты всегда полезен и демиджи ты делаешь нормально как запрыгивают shadow demon но номер потом хирикейн пайк на него даже не я думал просто сейчас налетит спину еще там от флэймбрейк он развалился флэймбрейк сейчас наносит урон периодически падает строение еще одно рейвена пытались цепить на лукой стакер падает старая страна и просто отходит вот это правильно снесли отошли и можно но это сана садили на тело придется возможно подраться вот можно подраться дальше с никсу опять под хвост залетает 3 обычный не волшебные священные да но существует рошан у себя в логове его можно быстро убить тем более у джейта сделают очень быстро у них есть дровка у них есть девауэр мы помним что девауэр с рошанами любят поговорить и после этого можно и закончить ну давайте ребята уже за мной ему готов запрыгивать ждет когда кого-то вытащит прыжок сейчас быть на демона демон поехали кататься shadow demon уже давай спрятав дизрабшину это не особо поможет демон погибает демон пытается ой армии хорошо запрыгнул на самом деле демиджер раздается знатно но нет подкрепая зарубили там в это время урок и можно продолжать можно продолжать только нечем уже ну да акс очень здорово прыгнул прямо с блэйд мэйлом по двоим героям помирание и оттуда дала кучу 713 просто залетела в лицо в куку неплохо но к сожалению никто не помог был бы какой-нибудь никс например который продлил бы этот стан своим станом залетел бы только корабль и могли бы драку выиграть но не хватает не хватает нс именно координации в этих битвах индивидуально неплохо исполняют но на уровне команды конечно нет взаимодействия такого хорошего ну и закономерное поражение 02 да очередная очень симпатичная красивая игра то лучше 20 опять же переигрывают своих оппонентов не особо меня есть все меняя стратегию то есть дру рейнджер то остается но вот тут героев у них очень-очень широкий забрать забрать геймал плейд пишет мергл гг в плейд пишет демон молодцы уже молодцы они продолжают победное шествие назвал впереди у них очень-очень-очень интересный матч очень интересный против navi к сожалению для нас но может быть не для вас это будет не на нашем канале а на канале первом где собственно все это время был перерывчик очевидно и все собственно и ждали когда у джи наконец-то расправиться с тиньси ну или же просто закончить этот матч и смогут начать играть с navi я думаю что игра начнется минут через 15 командам конечно нужен перерыв особенно у джи который только что